Проблема эта не сегодня случилась, ей уже 9 месяцев можно скоро праздновать юбилей. Это засыпка территории участков, которые появились сравнительно недавно. Есть у нас такой ручеек весьма живописный, который был еще лет 14-15 назад. Красивый, прозрачный, с камушками, с камушом, с уточками, рыбками. В который нынче и так сливаются многотонные стоки Новомолокова и Пригорода Лесное, которые еще планировали увеличить. Но еще каким-то чудесным образом у нас теперь на акватории данного ручья и в его охранной зоне нарезаны участки абсолютно разных категорий в РАИ, от жилищной застройки до категории под промку. В данном случае сейчас засыпается участок, владелец которого кричит, что он нам тут создаст чуть ли не мануфактурную фабрику. В прошлом году при начале засыпки, то есть зафиксирован был завоз туда каких-то пней, какого-то лома, каких-то грунтов. Причем территория засыпки выходит далеко за пределы уже даже нарезанного этого участка. И тем не менее реакции какой-то за вот эти 9 месяцев каких-то телодвижений от администрации, тем более уж от нашего территориального отдела, сделано не было. Помнится, на тот момент получали ответы такие разноплановые, интересные для нашего гражданина Гаврилова. На территории данных участков у нас уже не было никаких водных объектов. Министерство экологии, тем не менее, признавало там наличие этого ручья. И казалось бы, ну вот 9 месяцев, зимний сезон, не спеша, там у тебя не посевной, как говорится, не уборный, делай дела, подай заявление в прокуратуру, да, как чиновник, там о том, что вот каким-то образом у тебя там что-то появилось, пусть расследуют и дадут свою правовую оценку. Ну, как бы законно эти участки там образовались, незаконно, ну и как бы общество с этим согласится или нет. Ну, нет. 8 марта там или 7 в аккурат, по чуть-чуть это таким как бы щупом проверяя, насколько люди, которые живут рядом вообще в состоянии противодействовать таким видам вандализма, начали приезжать камазы. Один, другой, третий, как вводится там, где-то грунт, где-то там строительный мусор. И, соответственно, вот у нас появляются кучи, которые выше уровня самого поля, которое расположено на другом берегу данного ручья. И, соответственно, апогей, данная история, он произошел, он, пожалуй, сегодня в ряд выстроились у нас на дороге между Новомолоково и Молоково камазы. И в целом люди заявляют, что их сегодня было в районе 40 штук, просто часть из них успела, условно, вражаясь, убежать. А вторую часть в районе 15, в общем-то, поймали сотрудники ГИБДД и других правоохранительных органов по заявлению одного из наших очень активных жителей улицы, который, по сути, сегодня, можно так сказать, поднял на уши все ведомства, которые в состоянии противодействовать подобному нахальству, я уж так скажу. Вот, собственник, там весьма интересный дядя, в ордере, который ему выдавали на проведение земляных работ, есть определенные ограничения, как то невозможность работать в выходные и праздничные дни, и, соответственно, в данном же ордере есть предписание приводить потом в порядок все разрушенные, в общем-то, дороги и покрытия, которые разбиваются камазами. Техника тяжелая плюс груженая, то есть, без сомнения, всегда дорога остается в ужасном виде. Лично с самим собственником в том году имела счастье общаться. В общем, лейтмотив следующий, типа, идите все, ничего восстанавливать не буду, и вообще мне, как вот есть такой герой Лобанов, мне на все пофиг. И, в общем-то, говорят, что за год человек, он в себя не пришел, и жителям он отвечает ровно теми же словами с ровно тем же тоном, но вот сегодня, насколько я понимаю, под конвоем все эти грузовики груженные были отправлены на штрафстоянку, будет вестись какое-никакое, но расследование. Очень надеюсь, что все-таки обратят на эту ситуацию внимание, как минимум, МОБВУ, как минимум, природоохранная прокуратура, Росприроднадзор, потому что, если говорить об экологии, если говорить о вообще землепользовании в последнее время, то смешение двух этих направлений как-то чересчур деградирующе сказывается вообще на территории нашего ЛГО. Причем и в плане использования самих земельных ресурсов, и в плане экологии, что проистекает из первого. Вот, соответственно, хотелось бы, чтобы таких подарков у нас и на 8 марта, и в будущем было поменьше. Хотелось бы, чтобы люди в свое время весенне-летнее проводили, в общем-то, любуясь природой, бабочками, цветочками, наслаждаясь солнечными днями, легкими ветром, прогулками, а не занимая все свое свободное время поисками камазов, сливов фекалий, забросами оврагов, мусором и всем остальным прочим. В конце концов, мы налогоплательщики платим свои деньги как раз-таки для того, чтобы чиновники у нас занимались этим качественно и все свое время, которое у них отведено на данную работу. Особенно, что самое главное, вовремя. Спасибо. Продолжение следует...